Китай скупает российскую нефть в рекордных количествах, несмотря на медленный рост экономики. Он пользуется моментом, ведь она обходится ему заметно дешевле, чем сырье из Саудовской Аравии и других стран, говорят аналитики. Согласно расчетам Financial Times, на основании таможенных данных Китай установил два рекорда – полугодовой и месячный. При этом в июне импорт из России оказался максимальный в истории – 2,57 миллионов баррелей против 2,3 в мае, когда был установлен предыдущий месячный рекорд. Согласно данным таможенной Китая, российская нефть с начала войны в Украине обходится ему знаметно дешевле, чем сырье из других стран ОПЕК. Тут я обратил бы внимание, что скупает российскую нефть в рекордных количествах, несмотря на медленный рост экономики. Ну вот так вот они используют момент. Да, действительно, китайцы пользуются этим моментом, но по данным тех, кто наблюдает за судоходством, за движением танкеров, там происходит довольно интересная картина. Китайцы, например, в документах, которые публикует китайская таможня, они не указывают импорта из двух стран – из Ирана и из Венесуэлы. Хотя всем известно, что Иран контрабанды туда очень много нефти поставляет, почти полтора миллиона баррелей в сутки. Венесуэла тоже теперь стала туда продавать нефть. Что они делают? Они записывают эту нефть как нефть из Малайзии. В Малайзии там добыча нефти полмиллиона баррелей в сутки, а по данным китайской таможни они покупают полтора миллиона баррелей в сутки из Малайзии. Поэтому я не исключаю, что какая-то нефть, которая числится по китайской таможне как российская, на самом деле происходит из Ирана, а может быть из Венесуэлы. Поэтому вот этим всем данным доверять не очень стоит. Там идут совершенно намеренные искажения статистики. Да, первоначально Китай ужасно обрадовался, когда увидел, что можно по дешевке покупать российскую нефть. Даже организовал такие схемы. Нефть из черноморских портов покупалась по очень низкой цене какими-то трейдерами. Потом эти трейдеры, во-первых, в акватории греческих портов, а потом где-то в Средиземном море около Сеуты и Мелилии. Это марокканское побережье, испанские анклавы. Там перегружалась вот эта нефть в большие танкеры. Потом вот эти огромные океанские танкеры, в которые входит 2 миллиона баррелей нефти. Они отправлялись через Средиземное море и Суэцкий канал в сторону Китая. Но по дороге подзагружались нефтью той же иранской, например. И дальше уже вся эта нефть шла в Китай. Сейчас, говорят, вот эта схема практически свернута. То есть каким-то образом они работают в основном с иранцами, а иранцы предоставляют такие серьезные скидки, что они иногда просто составляют большую конкуренцию российской дешевой нефти. И разобраться в том, откуда на самом деле китайцы получают нефть, очень и очень сложно, если не невозможно.